Дамы и господа, добрый день! Спешу вам сообщить, что команда Киселев и Ко выстроила 73-й свой аукцион. Он получился просто пушка! И я спешу поделиться своими впечатлениями и рассказать познавательную информацию о лотах. Поехали! Выпуск обязательств государственного казначейства в иностранной валюте был произведен еще во время русско-японской войны. Тогда обязательства были размещены в Германии и Франции. В сентябре 1914 года было достигнуто соглашение о выпуске обязательств в Англии. Этот выпуск производился через банкирский дом Беринг Бразерс, который предоставлял кредит России и от своего имени выпускал обязательства, гарантированные императорским российским правительством. На нашем аукционе представлено две таких бумаги. Перед вами лот 21. Обязательство Российской империи в 5000 фунтов 1915 года. Несомненно достойный и интересный предмет для коллекции. Великая Отечественная война потребовала огромного напряжения финансового и денежного хозяйства страны. Военные и государственные займы стали эффективным средством укрепления обороноспособности. За счет размещения госзаймов среди населения было обеспечено финансирование около 15% всех прямых военных расходов. Столь крупного успеха удалось достичь благодаря патриотизму и пропагандистских усилий всех органов государства. В 1943 году были произведены два выпуска облигаций. Выигрышный, оплата которого осуществлялась на лотерейной основе, и процентный, с выплатой по утвержденной ставке. Речайший экземпляр процентной облигации номиналом 100 рублей представлен у нас на торгах под номером 29. Для тех, кто собирает государственные ценные бумаги СССР, это по-настоящему крутой предмет. С 1896 года в России начинается массовый выпуск лотерей. В этот период у Российской империи насчитывается более тысячи благотворительных обществ. Несмотря на большое разнообразие этих билетов, практически все они крайне редки и известны лишь в нескольких экземплярах. А многие и совсем уникальны. В этом разделе я остановлюсь на замечательном редком билете. Большой серебряной лотереи Киевской Мариинской общины сестер Милосердия 1913 года. Мне очень нравится изучать списки выигрышей. Это порой очень увлекательно и познавательно. Давайте посмотрим, что разыгрывалось в этой лотереи. Итак, ящик столового серебра, чайный сервиз, ваза, бриллиантовые серьги и, внимание, главный приз – слиток золота. Лоты со 115 по 120. Денеж за знаки РСФСР 1922 года. После наводнения бонистического рынка фальшивками, в том числе в европейских слабах, несколько лет назад спрос на эти банкноты заметно упал. Коллекционеры, возможно, стали бояться их покупать. На самом же деле, эти боны в цепках и листах весьма редкие, особенно крупные номиналы. Помню, примерно 10 лет назад, когда я только начинал увлекаться бонистикой, у меня было желание собрать листы 1922 года. И вот несколько месяцев в мониторе российские и иностранные аукционы, я с трудом смог найти хотя бы квартблоки крупных номиналов. Поделюсь вами некоторыми моими наблюдениями о том, как можно выявить подделку. Обращаю внимание в первую очередь на мелкие детали рисунка, узоры, буквы, декоры. Качество печати на копиях значительно выше, чем у оригинала. Если перед вами четкая печать с идеальными острыми углами, ровными линиями, то это фуфло. Будьте внимательны. Есть много мелких отличий. Фактура бумаги, водяной знак, краска, запах и так далее. Но все эти нюансы, скорее всего, можно увидеть только в сравнении с оригиналом. На нашем аукционе вы можете приобрести 100% подлинные предметы. Рекомендую и желаю вам удачи. Когда в первый раз в руки попадает такая бона, сразу трудно идентифицировать ее. Когда я потратил немного времени на ее изучение, был приятно удивлен. Это частник Харьковского потребительского кооператива. Данная организация фактически являлась школой по обучению коллективному хозяйству. В литературе описаны номиналы 5, 20, 40 копеек, 1 и 2 рубля. Перед вами номинал 60 копеек, ранее неизвестный. Это уникальный предмет для настоящих ценителей российских частников. В начале 1920-х годов рынок пытался освободиться от невыгодного соузнака и приобрести червонцы, которые были только крупных номиналов. Отсутствие мелких размерных купюр вносило ненормативность в расчетах. Очень часто владельцами одного крупного червонца являлось несколько лиц, которые ходили с ним до размена. Такое хождение в народе получило название червонных свадеб. В целях предотвращения разменного кризиса Красноярское агентство Всекобанка осуществляет выпуск разменных червонцев на своих чеках. Бланки встречаются намного чаще. Количество реально выпущенных знаков мизерное. В журнале «Советский коллекционер» 1928 года в статье Прокофьева приведены цифры. 1,25 рубля выпущен в количестве 94 штук. 1,5 рубля – 192 экземпляра. 3 рубля – 46 штук. 5 рублей – 48 штук. А сколько из них дошло до наших дней? Не упустите возможность приобрести эти раритеты на наших торгах. Итак, интересное дополнение. Что, будем разыгрывать деньги? Давай. Окей. Итак, кто отгадает мою загадку, получит 3000 рублей на оплату лотов данного аукциона. На некоторых чеках Сека-банка стоит штампик – MP, в том числе на одном из наших лотов. Кто из наших клиентов сможет ответить на вопрос, что означают эти буквы, получит от нас приз. Издательство «Альтенберг Паблишинг» была основана Германом Альтенбергом в Польше в 1880 году. Эта компания специализировалась на печати высококачественных книжных изданий и иллюстрированных альбомов. В этом же 1880 году Альтенберг покупает книжный магазин во Львове. В 1911 году компания была преобразована в Альтенберг, Зейфер, Венде и Ко. Бонна, выпущенная этой компанией, представлена у нас на аукционе. Тираж такого выпуска, скорее всего, был очень маленький. Короткий трехзначный номер это подтверждает. Ранее такой участник ни разу не встречался на интернет-аукционах. Красивый дизайн, колоссальная редкость. Думаю, этот предмет заинтересует многих. Фольклендские острова, архипелаг в юго-западной части Атлантического океана. Фактически, Фольклендские острова являются британской заморской территорией. Права Великобритании на острова оспариваются Аргентиной. Население страны по состоянию на 1975 год около 2000 человек. Именно этого года Бонна выставлена у нас на торгах. Легко догадаться, что для страны с таким маленьким населением выпускается совсем немного денежной массы, особенно крупных номиналов. Банкнота 5 фунтов заслуженно оценена в каталоге Пика. 900 долларов для состояния ЮНИЭС и 200 долларов для Вэри Файна. Очень редкая и классная Бона. Провинция Гуйчжоу. Горная многонациональная провинция на юго-западе Китая. 1 юань 1912 года выставлен у нас на аукционе и интересен своим провинансам. В 2016 году он продавался в составе известной коллекции Виктора Гофмана на именном аукционе. Это не только очень редкий и красивый предмет, но и находился он в известной и уважаемой коллекции. Банкнота под номером 381. Редкий парагвайский образец 1000 песо 1920-х годов. Удивительно, но южноамериканская банкнота вполне может быть интересна коллекционерам российских бонн. Вы спросите, почему проекты бонн American Banknote Company тех лет имеют схожее оформление, дизайн и цветовую гамму? Лично я вижу сильное сходство со знаменитой российской редкостью 1000 рублей 1918 года, отпечатанная в Америке для нашего временного правительства. На этом предмете я закончу свой рассказ о лотах предстоящего аукциона. На нем немало других редкостей и интересных лотов. Ждем от вас комментарии, обратную связь, понравилось ли вам наше видео. Желаем всем огромных успехов и удачи. Всем пока! А теперь еще одна очень важная новость для клиентов из столицы. Команда Киселев и Ко переезжает в Москву. Теперь личные встречи возможны в любое удобное вам время. При покупке на сумму от 30 тысяч рублей доставка внутри МКАД бесплатно. Я лично привезу вам лоды и передам их из рук в руки.